Ярославские полицейские тренировались предотвращать футбольные беспорядки. На стадионе Шинник они провели массовые учения. Правда, полностью происходящее журналистам снимать не разрешили, сославшись по традиции на тайну. Вот что удалось увидеть моим коллегам. С утра стадион Шинник был наводнен сотрудниками полиции. Причина – масштабное учение по пресечению массовых футбольных беспорядков. На Шиннике собрались полицейские не только из Ярославля, но и из районов области. Роль фанатов выполняли статисты. Они же будущие полицейские. Почти все вооружились бутылками и пытались дебоширить. Усмирять таких фанатов никто не торопился. Командиры долго совещались. Стройные ряды полицейских со счетами в полной готовности бегали к месту беспорядков и обратно. Условные болельщики мерзли. В результате последние так и не воспользовались заготовленными пустыми пластиковыми бутылками. Покидать их им не дали. Быстро обезвредили, напугав психологической атакой. Отработаны ряд мероприятий, которые необходимо проводить в случае возникновения каких-то чрезвычайных ситуаций. Отработано взаимодействие сил и средств. Поставленные задачи выполнены в полном объеме. Личный состав готов. Ярославской полиции памятны события осени прошлого года. Тогда крупные беспорядки вспыхнули во время матча со столичным Спартаком. Полотничья со свастикой, погромы, вырванные с корнем кресла, спецмашина «Шторм», уголовные дела за вандализм, многотысячные штрафы. Тот матч аукнулся всем. И полицейским, и клубу. Через неделю Шиннику предстоит играть с московским «Динамо». Ожидается, что динамовских болельщиков на стадионе будет не больше двух тысяч человек. Такова квота согласна регламенту. Яна Хромова, Максим Сушанов. Столичная «Динамо» приедет в Ярославль на матч с Шинником в 1-16 Кубка России. Игра пройдет 25 сентября. Вспоминая прошлогодние беспорядки, спартаковских болельщиков Российский футбольный союз рекомендовал прекратить продажу билетов на матч с «Динамо» за два дня до игры. А встреча начнется в 6 вечера.